Если невеста уходит к другому, то неизвестно, кому повезло. Горячий сочинский джигит Давид Арахами не сдержался, ну понесло. Я знаю толк в горячих сочинских джигитах, я сама оттуда. Если вы заметили, он даже похож на нашего большого друга Мишу Голустяна, тоже сочинского парня. Это никоим образом я не хочу задеть ни как Мишу, он замечательный, патриотичный, очень талантливый парень. Миша Армянин, Арахами, американский грузин. Мистер Браун. Родом Армянин, из Сочи родом. Сочинский наш паренек. Вот его понесло, а когда сочинского джигита несет, он начинает резать правду матку. И он сказал правду. И получается, все это время мы здесь все были правы. И получается, Путин говорил правду. И получается, можно было избежать сотен тысяч жертв. И можно было не превращать Украину в страну инвалидов и эмигрантов, которую она превратилась сейчас, в страну с переломанным хребтом. И экономической, и политической, и социальной жизни, и главное, морального духа нации. И ведь украинцы это знали. Недаром вот эта вот реченька добровольцев, так называемых патриотов, а на самом деле просто националистов, просто фашистов, она очень быстро эта реченька иссохла, хотя не было никакой засухи. И сейчас воюют не эти бравые хлопцы, которых мы наблюдали на Азовстале, а воюют дальнобойщики какие-то несчастные, таксисты, которых схватили на улице, загрузили УАЗик и отправили, мобилизовали. Средний возраст их 50 лет, они же сами об этом говорят. Они не хотят воевать. Они прекрасно знают и знали всегда, что русские не звери. Русские пришли туда не для того, чтобы устроить там геноцид, по примеру, некоторых других завоевателей, а для того, чтобы, во-первых, защитить других русских, которые выбрали оставаться русскими. Им надо за это сказать спасибо, им надо этим безмерно гордиться, быть благодарными и помогать. Во-вторых, для того, чтобы остановить эту обезьяну с гранатой, в которую превратилось на тот момент государство Украина, закидывающие этими гранатами этих наших русских и еще пытающиеся этими гранатами попасть и к нам. Это я говорю по состоянию на 24 февраля. И к нам в Крым, и к нам еще подальше. Они же нам уже про мой родной Краснодарский край рассказывали. Тут, извините, я сама возьму отцовскую старую охотник у меня, какую-нибудь его винтовку или чем он там охотится, я не знаю. И тоже пойду защищать свою родину, свой Краснодарский край. Нам надо было все это остановить, и это можно было остановить одной подписью и спасти Украину от всего того, что с ней происходит сейчас. Знаешь, как сейчас можно говорят, а что так можно было? Можно было, оказывается, так. И мы все были правы. Но приехал управляющий, приехал гауляйтер, приехал предводитель митрополии в свою колонию. А где и когда видно, что британская колония приносила что-нибудь, в смысле, что британская митрополия приносила что-нибудь своим колониям, кроме горя, страданий и изуверского перемалывания их национальной культуры, истории всего остального? Как это происходит на Украине? Как это происходило с индейцами в Америке? Британская колония этим занималась, помимо прочих. Как это происходило с настоящими индейцами, а не перепутанными, как бедные индейцы, в Индии, в Бенгалии и в других местах? Ровно так это происходит на Украине. А у нас не было никогда колоний. Вы посмотрите, что мы делаем там сейчас, на тех территориях, которые мы уже вернули. Мы же строим там город, сад. Ну это же видно. Дороги, школы. Это все еще под угрозой. Там все еще продолжают их атаковать. А мы все равно это строим. Потому что, как утверждал украинский писатель Иван Франков, честь которого назван Иван Франковск, который пока не наш, и, наверное, вряд ли будет наш, он писал, что европейские писатели учили нас, их, то бишь, украинцев, эстетическому вкусу и фантазии. А русские писатели учили нас совести, учили нас оставаться человеком и учили нас жалости к бедным и обездоленным. Точка. Это писал украинский писатель. И украинский народ прекрасно это знает, что так и было, и при нас так и будет. О том, что Путин оказался прав, так заявил на этой неделе упомянутый тобой Евгений Чешваркин, эсквайр, смесь Тараса Бульба и Сальвадора Дали. И, знаете, у него усы такие вот, пальцами он их, видимо, намасленными закручивает, что ли. Он так об этом заявил, что ведущий какой-то наш очередной, вот такой сбежавший, который лучше бы не возвращался, ну просто обалдел и не знал, что ему ответить. Он говорит, ну да, мы проиграли, потому что оказывается, когда он говорил, Путин, что Европа без нас не справится, а мы без нее справимся, что санкции эти дебильные, они повредят только самой Европе, а нам не повредят. Оказывается, Путин был прав, и мы, выходит, были правы, и действительно. Я помню, когда мы ввели эти контрсанкции в 2014 году, помните, когда мы запретили еду из Европы. И здесь был плач Ярославль, а как же мы без пармезана, а как же мы без хамона, без всего вот этого, без устриц. И выяснилось, какие шикарные устрицы на Сахалине, гораздо лучше. Я помню, я прихожу в магазин рядом со своим домом, где я по выходным покупала помидоры черри по 300 рублей, из Голландии, а тут помидоры черри по 100 рублей из Туниса. Точно такие же, дожилые. А знаменитые белорусские лобстеры и креветки. Нет, это на самом деле было из Туниса, все замечательно. Мы сейчас купили чудесную совершенно китайскую машину, потрясающую, во много-много раз дешевле, чем те машины, которые мы покупали раньше, да, там немецкие какие-то. Красное Знамя? Не выговорю название, но абсолютно замечательная машина, но цены это настолько ниже европейских. Ну, Тиграну спросит, он у нас за машиной отвечает после эфира. Могу в рекламную паузу спросить. Нет, у меня просто тоже электричка Красное Знамя, очень нравится. Я купила себе три пары туфеля Гуччи, по 2000 рублей каждая. Чудесная, где-то в том же Китае, наверное, и отшита, а надеюсь, что и у нас. Поддельная, разумеется. Я из принципа теперь покупаю, только поддельная. Замечательно, кому же вы сделали хуже? Ну, это же назло кондуктору, куплю билет, пойду пешком. А если бы мы тогда сломались, сломились все эти годы, подчинились, что сейчас вот какой-нибудь такой Чичваркин Эсквайр с этими своими Сальвадор Дали а-ля Тарас Бульба усами был бы нашим президентом, очень может быть. Вы помните, как это было? Как у нас везде висели эти вот Евросеть, цены, просто офигеть, да? Только там было не офигеть, а вот как вот по-русски, по-настоящему. Это была наша с вами страна, это была наша с вами Москва. Мы скучаем по такой Москве, где снесли гостиницу Украина историческую, поставив на её месте Four Seasons, где всё было завешено, пока Собянин не пришёл этими… Москва, гостиница Москва. А я же сказала Украина, это, знаешь, по Фрейду. Гостиница Москва, конечно. Прекрасная историческая гостиница Москва, с которой связан исторический анекдот. Знаете, наверное, когда архитектор Сталину принёс выкройку, скажем так, и там было два разных фасада, чтобы Сталин выбрал, а Сталин подписал, не знаю, правда это или нет, но такой исторический анекдот, Сталин подписал оба, побоялись его переспросить, и поэтому, как вы помните, гостиница Москва была с двумя разными версиями фасадов. Снесли, вся Москва была затянута этими перетяжками, были у нас теракты, Дубровка, Беслан. И когда был теракт на Дубровке, главная певица страны, теперь тоже сбежавшая, позволяла себе на камеру сказать, что нет, это не террористы, они же никого пока не расстреляли, значит, они не террористы, и вообще их можно понять. Когда у нас было позорно служить в армии, а престижно быть Ксюшей Собчак, когда у нас людей, детей наших воспитывали не разговоры о важном, как сейчас, о передаче «Дом-2», вы скучаете по такой стране? Я не скучаю. И закончилось бы это так, как это сейчас закончилось в Аргентине, замечательной на самом деле стране, где к власти пришел вот такой вот Чичваркин Эсквайр. Только у него вместо усов бакенбарды и вот что-то такое на голове, немножко как у Бориса Джонсона, немножко как у меня самой. Он, разумеется, не женат, разумеется, нет детей, разумеется, не поддерживает отношения со своими родителями, зато поддерживает отношения со своей, внимание, умершей собакой через медиума-ветеринара. В Аргентине есть медиумы-ветеринары. Это само по себе не может не радовать. Значит, он считает, что с этой собакой он познакомился на гладиаторском ринге 2000 лет назад, когда сам он был гладиатором. Я не шучу сейчас, я серьезно говорю. А собака была львом, который, видимо, его разодрал. Он, видно, тайный мазохист, бывает такое. И вот он любит эту собаку. Она умерла, и он клонировал, и теперь у него пять собак, которые клоны, это его собаки. И он советуется по всем вопросам только с этими пятью собаками, больше ни с кем. Видимо, считая, что то, что он назвал этих собак в честь великих экономистов, этого вполне достаточно для того, чтобы собаки давали им ценные советы. Хорошо ли это? Для Аргентины плохо. А для нас, я вам скажу, чем больше Чичваркиных эсквайров будут побеждать в разных странах мира, тем быстрее мир одумается и поймет, я в этом уверена. Я просто вижу, как это будет, когда окончательно победит их так называемая демократия. Помните, как нам обещали, что победит коммунизм? И, кстати, вот эту фразу, я ее тоже очень люблю, что все, что нам рассказывали про коммунизм, оказалось неправдой, а все, что нам рассказывали про капитализм, оказалось таки правдой. Когда в США придет к власти одноногий тайский гей-трансгендер, когда вот это все окончательно накроется самым фантасмагорическим, самым абсурдным и непредставимым медным тазом, они все рванут к нам, чтобы чинить наш демографический кризис, даже если им придется для этого чинить в доброводные трубы и работать сантехниками, как работали и сантехниками, и таксистами, и швейцарами несчастная наша белая эмиграция в те времена. Как в Америку стремились отсюда уехать мы сами когда-то, в 80-е, в 90-е, это считалось самой главной мечтой и достижением жизни. А мы и будем их выбирать, как выбирала нас Америка. Я же это помню, я сама по этой программе туда ездила. Вот она отбирала, этот умненький, полезненький, что-то хорошее нам принесет, берем. А этот какой-то уже все, третий сортный брак, это не надо, возвращайся к своему президенту-трансгендеру и сходи с ума вместе с ним. Так будет, и будет у нас город-сад. И чем больше территорий мы освободим, тем большего количества людей будет возможность в этом прекрасном саду вместе с нами жить. Продолжение следует...